Здравствуйте, с вами Виталий Орех. Сегодня я расскажу вам об абрикосе, а именно о его плодовых образованиях. Некоторые люди спрашивают о том, нужно ли обрезать шипы, которые на абрикосе расположены на ветвях, и что с ними делать, какая их функция. Значит, эти шипы, это называется копьяца. Это плодовые образования, на них в основном расположены цветочные почки, и весной, когда цветет абрикос, можно увидеть, что они все покрыты цветами. Они могут быть от маленьких, то есть полсантиметра-сантиметра, до, я бы сказал, больше десяти сантиметров. Если более длинные, то это плодовый прутик называется. Значит, что про копьяца хочу сказать. Их не нужно удалять, потому что с возрастом, а они расположены на двухлетняя древесина, на трехлетней древесине, на четырехлетней древесине они уже пропадают. Максимально они могут быть на шестилетней древесине. К примеру, вот это копьяцо, вот эта вся часть уже высохла, естественным образом, и осталось вот несколько почечек цветочных. В дальнейшем они сами отсыхают и отпадают. Здесь вот тоже, к примеру, осталась только одна почечка, вот эта вся часть, она уже сама высохла. Также здесь даже уже сама отломилась. Более в старой древесине, вот мы видим, полностью уже отсохла, и оно само как бы отпадает. То есть копьяца, они топлодовые образования, которые с временем сами отходят. То есть их не нужно обрезать, а обрезать нужно только побеги, которые захвущают крону, или если сильно растет вверх, можно сформировать, то есть снизить крону или разрядить крону. А эти мелкие образования, их не нужно трогать никогда. Что еще? Копьяца, как я сказал, могут быть до 10 сантиметров. Они могут быть более колючие. И более, вот как это, капьяца на абрикосе, оно не колючее, заканчивается почкой, ростовой. А по бокам, особенно в нижней части, в основном есть цветочные. Здесь, 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 и с этой стороны. А три передних почечки, это просто листовые или вегетативные почки. Они более продолговатые, в отличие от генеративных, то есть из которых будут цветки. Что еще хотел сказать про копьяца. Если на вашем абрикосе более острые или колючие копьяца, то есть, ну, они встречаются в основном на жерделях или диких абрикосах. То есть, для сравнения, копьяца есть на жерделе абрикосе, на сливе и алыче. Вот, может быть, вы заметите, что на алыче они более острые, колючие, нежели на сливе. Также и на жерделе, или, другими словами сказать, сеянцах абрикоса, не крупноплодных особенно, они более острые, нежели в культурных и крупноплодных сортах абрикоса. Ну, этим отличается. Поэтому, если вы думаете, что это шипы, это есть копьяца. Дальше я расскажу вам, что, как плодоносит абрикос. Он плодоносит также на однолетних побегах. Вот однолетний побег. У него, если вы увидите, три почечки. Они все цветочные. А между ними, если видно, если не видно, можно посмотреть у себя в саду, присмотреться к своим деревьям, веточкам. А между ними четвертая, которая ближе к стеблю. То есть, вегетативная, то есть, листовая, можно так сказать, почечка. А три вокруг нее, и здесь три. Здесь три, это цветочные. Иногда бывает, вот здесь четыре цветочных почек, и пятая в самом середине, она листовая. Значит, плодовые почки, они образуются в основном на однолетних приростах. Однолетний прирост, это то, что выросло прошлым летом. И также на плодовых образованиях, которые называются плодовые веточки. Они длиннее 15 сантиметров. И копьецов. Это такие шипики, которые начинаются от двухлетней древесины. Она отличается от однолетней цвета, тем, что она более серее, а более краснее, это однолетняя. И эти копьеца, они вырастают слегка, скажем так, и сохраняются на протяжении нескольких лет. Потом они опадают. И при обрезке нужно учитывать, что если вы обрезаете абрикос, то нужно оставлять именно однолетний прирост. Ну, к примеру, если я возьму вот эту ветвь и хотел бы разрядить, то вот ветвь, которая уходит вверх, хоть она тоже однолетняя, но она мешает другой ветви, я бы ее перевел вот на эту веточку, которая будет плодоносить, так как она однолетняя, и на ней есть плодовое образование. На ветке, которая ниже, это двухлетняя, у нее есть плодовое образование, но уже очень мало или меньше. А на трехлетней веточке таких почечек нет, но есть копьеца. И, как я и говорил, копьеца могут быть как на трехлетней веточке, так и на двухлетней веточке. В данном случае здесь нет, но вот на этой веточке двухлетней они есть. Надеюсь, я рассказал более понятно, что такое копьеца и что они нужны, и поэтому их нельзя убирать, так как на них, я бы сказал, половина всего урожая находится на абрикосе, особенно на двухлетних веточках, на двухлетних стеблях. Спасибо за внимание. Если что, непонятно, пишите в комментариях, постараюсь еще более подробно объяснить. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.